Доброе утро! Всем привет! Мы начинаем! Чтобы утро было бодрым, обязательно приготовьте полезный завтрак и не забудьте добавить в него фрукты и овощи. Отличная идея, Руслан! А еще лучше встать на 15 минут пораньше, чтобы набраться сил или почитать любимую книгу. Смотрим наш следующий сюжет. Сочиняли сказки, делали книги из альбомных листов и веселились. В Одинцовской библиотеке номер один прошла встреча школьников с писателем Кареном Артюнянцем. Я продемонстрирую, как оттолкнувшись от одного слова, потом быстренько из этого слова придумать какую-то цепочку других слов, которые... Это там, внутри, в голове у меня будет. Вы тоже сможете это сейчас попробовать с собой. С помощью советов писателей дети с удовольствием придумывали сказки и читали их со сцены. Арина на сцену выйти постеснялась. Рассказала сочинение с места. У девочки получилась милая история про ослика. Я сегодня, получается, придумала рассказ про ослика. Потому что я знаю, что ослики, они как бы живут на фермах. Их, ну, некоторых осликов держат на фермах. Вот. И, получается, первое слово, ну, это ферма, мне оно как бы ассоциировалось вот с осликом. И мне, я решила вот такую вот историю, получается, как бы создать. Карен Арутюнянс рассказал, что такие встречи с детьми вдохновляют его на дальнейшее творчество. При этом работы ребят писателю понравились. Он даже попросил разрешения у юных авторов опубликовать некоторые из них. Можно детские истории, это же прекрасно. А потом еще, если вставлять, да, в свое произведение, а потом, если еще им это и сообщить об этом. Вы представляете, как они это ценят. Дети, когда взрослые с ними работают не как на равных, а именно на равных, они, это на всю жизнь остается. После завершения мастер-класса пятиклассники в прекрасном настроении отправились в школу на урок русского языка. Новые идеи рождаются легко, когда есть темы для вдохновения. Мне, например, осенью нравится гулять в парке, смотреть на природу, кормить белок. Отличная идея, Руслан, ведь совсем скоро зима. Я вот, например, готовлю вкусные огурчики и закрываю варенье. А как готовятся наши телезрители? Всем привет, это ПРООПРОС. Не успеешь оглянуться, как наступила зима. Поэтому давайте сейчас узнаем, как наши жители готовятся к зиме. Я покупаю теплые вещи, чтобы не было холодной зимой. Также пью горячие напитки для того, чтобы согреваться. И закупаюсь пряжей, потому что я обожаю вязать. Если честно, никак. Я просто морально готовлюсь к тому, что, когда зима, я смогу на выходных после школы веселиться там. Или пойти покататься на горке, которая находится снежная у меня рядом. Или же поехать покататься на коньках тоже со своими друзьями. Далее у меня день рождения зимы, 26 декабря. Поэтому я готовлюсь к тому, что в то же время я буду отдыхать и буду заниматься учебой. То есть это у меня будет экзамен, как сочинение. Наверное, еще никак, к сожалению. Пока вообще не готовимся. Еще к осени даже не подготовились, а тут зима уже. Честно, не готовимся. Вообще надеемся, что еще будет как бы потепло. Осень. Такое сказочное время. Сегодня замечательный праздник. Отмечается День коллекционера. Раньше он отмечался в СССР с конца 1950-х годов. А сегодня, с 21 сентября 2016 года, когда состоялся первый съезд российского форума коллекционеров, был учрежден этот праздник. И официально он считается 21 сентября. Интересно, Руслан. А, кстати, сегодня еще отмечают Всемирный день мира. В этот день затрагивают проблемы безопасности, молодежи, образования и прав человека. Знаешь, это очень важный праздник. А я вот на днях решил закрыть летний сезон игрой в футбол. Руслан, это здорово. А я предлагаю посмотреть наш следующий сюжет про интересную игру. Прекрасная осенняя погода, спортивный азарт и поддержка болельщиков. На центральном городском стадионе прошел Кубок Одинцовского округа по футболу среди любительских команд ветеранов. На поле сразились футбольные клубы «Мебельщик» и «Ликино». Фаворитом в данной игре было все-таки «Ликино». Потому что в чемпионате среди ветеранов они как бы идут сейчас на первом месте без поражений. «Мебельщик» идет где-то на треть-четвертой позиции. Ну, как бы «Ликино» забило первым. «Мебельщик» отыгрался. В серии пенальти «Ликино» также вышло вперед. Ну, и «Мебельщик» забил победный гол. Это, ну, фееричный матч на самом деле. На поле шла упорная борьба. Игроки обеих команд были настроены крайне решительно. В ветеранском финале все решила серия после матчевых 11-метровых штрафных ударов. «Назад нас проходил даже за последним борьбом. Ребята, молодцы, но 11-метровые – это лучшее». «Мебельщик» – команда с большой историей. Со дня основания коллектива в этом году ей исполнилось 55 лет. И регулярно футболисты выходят в лидеры турнирных таблиц. У нас в студии председатель Московского областного спортивного клуба «Олимп» депутат Совета депутатов Одинцовского городского округа Максим Ганин. Доброе утро! Здравствуйте! Здравствуйте, Максим! Расскажите, пожалуйста, что интересного было в этом сезоне? Чем он запомнился? Ну, вот у нас буквально вчера закончился чемпионат Одинцовского городского округа по футболу в формате 11 на 11. Наш спортивный клуб стал чемпионом Одинцовского городского округа. Поздравляем вас! Да, это действительно событие. А мне вот интересно, расскажите, как вы начинали свою спортивную карьеру? Ну, спортивную карьеру, она, знаете, как начиналась еще в школе, когда-то играл в хоккей в крыле Советов. Вот, но большой спортивной хоккейной карьеры не получилось. Потом увлекся боксом, дорос до кандидата в мастера спорта. Ну, на боксе всегда хотелось стукнуть ногами, да, вот если честно. Потом вот у нас в третьей школе появилась киук-синкай карате. Мы играли в футбол, зимой на коробочке смотрим, но вот в окне ребята ногами махают. Думаю, что такое, ну, интересно. Ну, вот зашли, и так я попал в киук-синкай. То есть там тоже, как бы, дорос до кандидата в мастера спорта. Вот, ну, люблю контактные виды спорта. Но все-таки хоккей, он остался, как бы, в душе самым родным видом спорта. Расскажите, пожалуйста, какая задача сейчас стоит перед вашим футбольным клубом? Ну, задача расти, подтверждать свои титулы. Есть задача открыть детскую футбольную школу. Вот, наши ребята уже многие выросли, уже стали тренерами. В этом году нашему клубу исполнилось 20 лет с момента государственной регистрации и 35 лет с момента основания. То есть мы еще когда-то родились в 87-м году, да? Вот, в планах. Ну, есть планы попробовать, так сказать, зайти в модную сейчас медиалигу. Сейчас еще пока говорить рано. У нас есть моменты переговоров с медийными, скажем так, людьми. Вот, пока еще все на стадии переговоров, потому что там, ну, должны быть медийные. Команда у нас есть, да? То есть и некоторые из наших ребят, которые участники нашего клуба, уже играют, скажем так, в медиалиге. Это в Брукбойс, да? То есть, ну, вот у нас Александр Тутов играет. Вот, там, ФК-10, вот сейчас вновь организовавшаяся команда, там, Константин Сутармин. Вот, ну, как бы вот есть такие мысли попробовать. Но главная задача – это просто организация и проведение досуга, на самом деле. Потому что вот у нас, как бы, ну, два формата есть. Ну, то есть, ну, два возрастных, скажем так, формата. Это мужская команда, это 14+, да? То есть, ну, вот, ребята от 14 и уже, кто как тянет, скажем так, играть с молодежью. И 35+, это ветераны. То есть, это от 35 и уже до бесконечности, пока ноги, как говорится, ходят. У нас есть участник команды ветеранов, которому уже 63 года. Ничего себе. Ну, это да, это достойно уважения, мне кажется. Да, да, ну, потому что надо как-то проводить свой досуг, скажем так. Молодежи тренируется много, но не все попадают в профессиональные команды. Но любовь к футболу, она остается навсегда. И поэтому вот тот масштаб любительского футбола, я считаю, он очень важен в масштабах не только там нашего округа, вообще в масштабах страны и больше. Потому что людей, вовлеченных в футбол, да, ну, это игра миллионов, их много. И им нужно как-то проводить свой досуг. Расскажите, в каких соревнованиях и турнирах уже пришлось поучаствовать, и какие из них вам больше всего запомнились? Ну, из того, что было, скажем так, да, вот мы когда-то играли по третьему дивизиону, как бы, первенства России. Это зона Московской области, так называемая КФК. Продержались мы там четыре года, вот, ну, были средние результаты, скажем так, ниже середины не опускались. Вот, но, к сожалению, сложное финансовое положение, потому что, ну, там уже совершенно другой финансовый уровень, финансовый подход, потом кризис один, второй, то есть, ну, вот, стало сложно, и мы как бы ушли оттуда. Ну, вот, именно по финансовым соображениям. Вот. Что касается основного турнира и задач, ну, это все-таки первенство Одинцовского городского округа. Проходит оно у нас в нескольких форматах. Это вот основной формат, это 11 на 11, есть формат 6 на 6, и есть формат 8 на 8, так называемый ЛФЛ. Вот. Во всех этих турнирах мы принимаем участие, и зимой, и летом, как бы, ну, играем, получаем удовольствие. Максим, а поделитесь секретом, как вы поддерживаете боевой дух в команде? Ну, знаете, это такой момент, скажем так, и вопрос сложный. На самом деле, у нас ребята все сами мотивированы. У нас команда состоит исключительно из местных наших игроков. Ну, да, есть легионеры там, но они все равно, как бы, живут у нас на районе. У нас есть там пару черненьких ребят, да, то есть, ну, там, африканцев. Ну, они тоже вот приехали и живут, ну, у нас, скажем так, в 8-м микрорайоне. Были и поражения, были и победы, вот. Ну, вот сейчас команда вообще на хороших, скажем так, оборотах, да, вот, ну, идем всегда в лидерах. Вот. За этот сезон мы забили 95 голов при 18 пропущенных. То есть, это лучший показатель, да, то есть, ну, как бы в лиде. Вот, ну, высшей лиги. У нас состоит, на самом деле, как бы из двух лиг, да, то есть, ну, вот, первенство Одинцовского городского округа, именно в формате 11 на 11. Есть высшая лига, скажем так, да, и первая лига. То есть, потом две команды спускаются туда, да, в низшую, две лучшие. В первой лиге поднимаются через, ну, вторая через таковой матч, одна напрямую. Вот. Ну, на самом деле, интересно играть. Уровень, скажем так, Одинцовского футбола, любительского, ну, я считаю, на очень высоком уровне сейчас. Очень много ребят играет, которые у нас, ну, спортшкольники по регламенту, местные ребята, да, которые, ну, вот, играют даже в профессиональных командах, могут играть на местном уровне. Потому что они местные, ну, это, как бы, поляризация футбола. Скажем так, вот у нас участник нашего клуба, профессиональный игрок ФК «Зенит» Алексей Сутармин, когда приезжает в отпуск, ну, всегда выходит с нами на поле тоже сыграть. И вы знаете, вот какой все-таки эффект и ажиотаж у той же молодежи, у детей, когда они видят профессионального игрока, который ихний сосед, который также вырос на этом стадионе, наш сосед, как говорится, да, то есть, ну, добился таких высот. Молодые ребята у нас тоже сейчас, вот, буквально два дня назад, Ярослав Дольф подписал профессиональный контракт с ПФК «ЦСК», да, то есть, ну, Сергей Кочетков подписал контракт с «Торпедо-2», да, вот, ну, «Торпедо-2» играет у нас на нашем центральном стадионе. Так что тоже приходим, может, кто-то за «Торпедо» и не болеет, но приходим болеть за Сергея, да, вот, ну. Вот, также у нас Андрей Стефанишин, сейчас тоже подписал вторая лига «Страдино», там, ну, там, молодежка, там, вторая лига. Вот, Руслан Адзоев тоже, как бы, «Страдино». Ну, вот, ну, много ребят, на самом деле, появилось в последнее время. Это я вот только за нашу команду скажу, да, в других командах тоже там есть ребята, которые, да, да, ну, чего-то добились там, ну, вот, и играют уже, как бы, более профессионально. Но, тем не менее, они играют с нами также на район, и это радует, на самом деле. Да, это очень мотивирует, я думаю, особенно детей, которые ходят на одно поле. Да, конечно, которые приходят посмотреть, поболеть, и они видят ребят, которые, вот, наши, ну, грубо говоря, наши, и что-то добились уже. Да, это здорово. Максим, а поделитесь с планами на будущее? Может быть, уже есть какие-то конкретные цели на следующий год? Ну, цели играть, тренироваться, подтверждать наши титулы, скажем так, да, когда ты чемпион, подтверждать всегда сложнее, чем выигрывать вновь. Потому что, ну, каждая команда, которая выходит играть против себя, она более мотивирована. Вот, у нас в последние годы такое жесткое противостояние происходит с командой Ликино. Вот, ну, кстати, тоже очень хорошая команда, хорошие ребята. Идем всегда с ними, как говорится, ноздря в ноздрю, очко в очко, да, вот, ну, вот, скажем так, в этом сезоне первую игру у них домашнюю выиграли мы, да, то есть, ну, вот, вторую игру ответную выиграли они. Ну, по сумме забитых и пропущенных мячей мы стали чемпионами. Ну, вот, как бы силы равны, и бой всегда, скажем так, ну, вот, серьезный. Также команда «Мебельщик», да, вот, ну, вот, тройка, скажем так, наших, ну, вот, лидеров, ну, очень хорошая команда. Ну, даже не то, что тройка, там, и пятерка, да, вот, ну, вот, все команды очень сильные, и все игры, скажем так, ну, неоднозначны. Всегда вот, ну, такой вот баланс, неясно, кто победит. Ну, это же, наоборот, интересно наблюдать за такой. Конечно, конечно. Борьба, на самом деле, порой очень острая, и, ну, порой доходит прям, ну, до горячего, скажем так. Максим, а теперь наша любимая рубрика «Бритсопрос». Ваш девиз по жизни? Там, где мы, всегда победа. Думай. Это и девиз нашего клуба, и мы девиз. Думаете больше головой или сердцем? Ну, вы знаете, и головой, и сердцем. Сердце не обманывают, как говорится, но голова думать должна. Какие качества вам нравятся в человеке? Ну, честность, справедливость, открытость. Наверное, так. Ваше любимое время года? Лето. Любимый спорт, я думаю, тут уже все понятно. Ну, на самом деле, любимый спорт – хоккей, да. Вот, футбол, он занимает много времени, скажем так, в жизни. Нравится смотреть больше, скажем так, чем играть. Потому что, ну, тут в пору травм, там, колени, галики и так далее, да. Также люблю единоборство, ну, да и вообще люблю любой вид спорта, на самом деле. Потому что, ну, скажем так, у нас в клубе не только футбол, у нас и хоккей, у нас и тюксинкай каратэ, и французский бокс, и допризывная подготовка, и пауэрлифтинг. Ну, как бы разносторонне живем, но стараемся работать на благо общества. Лучший день – это день когда? Когда все хорошо. Максим, спасибо большое за такую увлекательную беседу. Вы много рассказали про спорт в нашем округе. Мы рады вас видеть у нас в студии. Спасибо. Спасибо вам. А с вами мы продолжим через несколько секунд. Осенью важно употреблять пищу, которая богата витаминами и минералами. Руслан, обязательно. Поэтому прямо сейчас смотрим нашу рубрику с полезными советами про здоровье. Доброе утро, уважаемые телезрители. И с вами я, Юлия Крюкова, в рубрике про здоровье. Сегодня хочу поговорить с вами на тему, как мы засыпаем. Как вы засыпаете, как вы готовитесь к тому, чтобы сон был продуктивный, и утро было бодрым и добрым. Я предлагаю вам рассмотреть технику позитивного программирования. Про что это? Про то, чтобы перед сном не овец считать или не лежать долгое время, смотря в потолок, а продуктивно провести это время перед сном. Первое, что я предлагаю сделать, это в течение двух минут подумать, а какое желание вы хотите исполнить в ближайшее время. Это желание должно быть, желание, цель должно быть обязательно действительным, реальным, буквальным и исполнимым в ближайшее время. Допустим, начать бегать по утрам. Следующие две минуты представьте, как вы уже бежите. Какую форму вы купили, какое время вы выбрали. Стоит ли вам раньше времени просыпаться, чем это делаете вы сейчас. Продумайте детали. А следующие две минуты представьте, как вы уже исполняете свою цель и мечту. Как вы бегаете по утрам, как вы чувствуете аромат утренней травы, как вы чувствуете росу, возможно, под вашими ногами, как продуктивно вы проводите утро и с каким запалом складывается следующий ваш день. Тогда ваш сон будет не только глубоким, но и осмысленным. Вы запустите желание в свое подсознание, и оно все остальное сделает за вас. Желаю вам продуктивного дня и, конечно же, доброго утра. Так много разных трендов в мире красоты в нашем современном и быстро меняющемся мире. А чтобы оставаться всегда в трендах, надо смотреть нашу рубрику про бьюти с экспертом Ксюшей Антоновой. Всем привет! С вами я, Ксюша Антонова, и вы смотрите про бьюти. Наша сегодняшняя тема – как подчеркнуть форму губ. Чтобы подчеркнуть форму губ, многие девушки прибегают к помощи темного карандаша. Однако это чаще всего и приводит к неестественному макияжу. В этом случае советую предпочесть светлый карандаш темному. Так вы добьетесь более мягкого хайлайт-эффекта и придадите губам натуральное сияние изнутри. Наносите средство и слегка смешайте его, чтобы оно смотрелось как можно естественнее. Если же вы не любитель карандашей для губ, воспользуйтесь любимой помадой. Создать эффект чувственных губ проще всего с помощью помады натурального цвета. Причем с этой задачей способна справиться как матовая текстура, так и глянцевая с шиммером. Также не забывайте про хайлайтер. Он содержит сияющие частицы и импонирует блики света. Это необходимо, чтобы расставить нужные акценты вокруг губ. Если у вас часто сохнут губы, советую добавить блеск. Благодаря содержанию отражающих свет частиц, блеск придает губам сияние и зрительно увеличивающий эффект. А чтобы макияж продержался на протяжении всего дня, прежде чем нанести карандаш или помаду, воспользуйтесь праймером. Он выполняет роль базы под помаду, подготавливает губы к стойкому макияжу и значительно продлевает ему жизнь. Помимо основной функции, праймер увлажняет кожу и разглаживает мелкие трещинки и складки на губах, благодаря чему они выглядят более пухлыми. Привет, Ксюша! Доброе утро, дорогие телезрители! С удовольствием вам комментарии по поводу сегодняшней темы. Тема пухлых и объемных губ сейчас очень актуальна. Но как добиться этого эффекта при помощи косметики? Самый простой и быстрый способ – это использовать каплю хайлайтера на галочку над верхней губой и рассушевать. За счет светоотражающих частиц в составе хайлайтера ваши губы всегда будут выглядеть визуально более объемными. Если у вас нет хайлайтера, вы можете использовать светлые сатиновые тени. Главное, чтобы частицы в них были мелкодисперсные. С вами была я, звездный визажист Мария Колбутовская. На сегодня это все. Вы смотрели Pro Beauty с Ксюшей Антоновой. Желаю вам приятного дня! Я тут решил заняться скандинавской ходьбой. Не удивляйся, начну потихоньку. Руслан, это очень здорово. Поздравляю тебя с началом активной жизни. Ну а мы прямо сейчас смотрим нашу рубрику про спорт. Сегодня мы находимся в Барвихинской школе на тренировке по боксу. Григорий Владимирович, здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, с какого возраста стоит заниматься боксом? Я считаю, что в любом возрасте можно заниматься боксом, если правильно поставлен тренировочный процесс. Если в руки грамотного, хорошего тренера, хорошего специалиста. В любом возрасте можно от 7, от 8, от 9, от 10. На соревнованиях участвуют дети только от 12 лет. Но чисто для себя тренироваться, поставить удар, технику бокса учить, я думаю, в любом возрасте этим можно. А учит ли бокс преодолевать свои страхи, какие-то, может быть, внутренние напряжения? После того, как дети занимаются боксом, у них даже походка меняется. То есть и самоуверенность, и как они ведут себя правильно, даже слабым помогают. Ну и при этом они могут защищать себя при необходимости. То есть мы все знаем, что в каком мере живем, что в любом случае когда-то придется столкнуться с приятными людьми, которые могут провоцировать. И даже дело до драка дойдет. Ну, хотя бы заниматься и иметь, защищать себя. Ну, после того, как боксом занимаются, дети сначала, я заметил, даже сколько лет уже тренируем ребят, сначала всегда пытаются вежливо объяснить. Но в случае чего они могут дать жесткий ответ, ну, если понадобится. А вот на вашем опыте больше к вам приходят ребят или девушек заниматься? Девушки у нас тоже занимаются. Для девушек специально разработанная программа фитбоксинг. Отработки ударов по воздуху, они бесконтактные, как бы ни спарринги, ничего такого нет. Хотя есть и девушки, которые регулярно занимаются и участвуют в спаррингах и на соревнованиях. Но в основном мы специально разработали программу фитбокс, грушу бьет, общая физическая подготовка, пресс, скакальки, прыжки. Очень интересно, всем нравится, ходят очень много девушек занимаются. То есть это можно сказать даже как для общей физической подготовки? Да. Давайте поговорим еще о приемах в боксе, технических элементах. Вот, допустим, какие самые интересные, сложные приемы? Техника бокса очень важна. Как ты наносишь удар, как защищаешься от них, как ты двигаешься. Если делать что-то неправильно, то уже получается все зря. То есть надо сконцентрироваться. Во-первых, ударить четко в цель. Быстро уходить, быстро защищаться. И дальше посмотреть, понять, как противник отреагирует на все это. То есть болно ему стало, не болно. Вот. А также важно двигаться на ногах. Чтобы правильно делать уходы в сторону, переходы, пропустить, когда на тебя летают с ударами. Вот. Ну и удары в более точности, чтобы попадали в цель. По меткам. Не просто бросать, как в колхозном стиле. Вот именно научить правильно бить, правильно защищаться, правильно двигаться. А я вот слышала о таком приеме «Бой с тенью». Можете поподробнее рассказать? «Бой с тенью» – это отработаются удары по воздуху. Развивается там ударная, несколько ударная техника. То есть двухударные, трехударные серии отработают. Также вот эти движения, как наносить удары, как защищаться, как уходить. Все это можно во время спарринга пользоваться, можно во время просто «Бой с тенью». Отработать удары по воздуху, называется, скажем так. То есть даже ребята могут кого-то представлять, например, противника воображать? Да, конечно. Представляешь, что твой противник перед тобой, он тебя бьет, ты должен уходить, дать жесткий ответ. Ну и так далее. Давайте тогда посмотрим вашу тренировку. Давайте. Первым делом работаем. Один наносит удар, второй уходит. Вот от левого уходим, правой рукой дадим ответ. Вот начинаем работать, и мне левый, и я ухожу, правой. Раз, два. Раз, два. И левый правый. Ты мне давай боковой, а я давай средняя плотка. Раз, два. Назад. Раз, два. Назад. Ближе заходим, сразу оп. И переходим в голову. Отработаем сейчас эту среднюю. Время. Ударь делается быстро, черт. Не торкаем. Быстро наносим в цель. И возвращаем в челюсти. Голову ниже. Двигаемся и работаем. Левую руку, все удары. Время. Последнее. Делаем вводный бой. На скорость, четко, бьем в цель, быстро. И возвращаем руку на место назад. Время. Больный бой. Технически, технически, спокойно работаем. Что? Нажали руку. Снимаем перчатки быстро. 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 А вот расскажите, как увлечь ребенка заниматься боксом? Может быть, вы как тренер уже знаете какие-то приемы? Надо грамотный подход показать, чтобы дети любили этот вид спорта, и чтобы тренер понравился тоже. То есть можно кричать на детей, можно что-то требовать и не объяснить ничего. Но если грамотно подходить к этому, правильно учить, правильно объяснить, почему все это, правильно тренировать, тогда и ребенку будет потихонечку интересен. А потом уже, когда они будут участвовать на соревнованиях, сегодня он занял третий месяц, а потом у него будет стимул занять второй, первый месяц. Ну, так и надо стимулировать, тренировать хорошо, дать возможность и участвовать на соревнованиях, выигрывать. У нас ребята среди 36 клубов заняли первые места. То есть вот мы и чемпионский пояс даже выигрывали в зале висит таким образом. А можем еще у ваших ребят спросить об этом? Конечно, можем. В наших тренировках можно найти хорошее общество, стать смелым, не бояться идти к сложностям. Больше всего мне бокс нравится, потому что это очень техничный и красивый вид спорта, требующий огромной психологической и физической подготовки. В боксе требуется очень много жертв, труда, упорные тренировки. Поделитесь с нами вашими планами и целями на этот год. Во-первых, мы в этом году уже создали команду Одинцовского городского округа по боксу. В начале года, в январе, мы провели турнир, первый в истории, официальный чемпионат Одинцовского городского округа. И после мы подобрали ребят, 7 человек, кто может за сборную Одинцовского выступать на соревнованиях более серьезного уровня. Мы сейчас готовимся к чемпионату Москвы. После даже не сомневаемся, что мы пройдем дальше на все российские соревнования. И хотелось бы, конечно, к этому идем, воспитать чемпионов страны и чемпионов мира. Такая у нас задача в этом году. Какие советы вы бы дали родителям, которые хотят отдать своего ребенка в бокс? Очень многие думают, что бокс – это такой вид спорта, где только по голове бьют или еще что-то. Но еще раз хочу повторить, что если тренер грамотный поставил тренировочный процесс, то смело можно ребенка вдаваясь на бокс. По крайней мере, можно чисто для себя заниматься, поставить удар, даже если не участвуясь на спаррингах, на соревнованиях. Ни один тренер не поставит ребенку в спарринге, если ребенок этого не хочет. Пожалуйста, для себя, если хотите заниматься, пришел, занимался, научился боксировать, научился ударить. Удар наносить, защищаться. И, я думаю, стоит ходить на бокс, потому что это очень красивый и классический вид спорта. Как вы считаете, какие качества развивает бокс? Ловкость, выносливость, моральная устойчивость, также реакция, физическая подготовка и дух чемпиона. То есть, если ты занимаешься боксом, и тем более немножко у тебя получается, себя уже чувствуешь чемпионом. Когда ходишь, походка меняется уже, удар у тебя есть определенный. Ну, такое. Григорий Владимирович, спасибо. А с вами была Екатерина Крамор. Занимайтесь боксом. Творчество. Вот что всегда будет в тренде. Отлично. А все самое интересное нам поможет узнать наша рукодельница Полина Бахова в рубрике «Про творчество». Сегодня в нашей программе я покажу, как быстро скроить и сшить теплое платье. Для этого мы используем ткань, которая называется футер. Она вот такая теплая изнутри и разного цвета снаружи. Я взяла цвет очень модный, который называется «Чайная роза». Во-первых, нам нужно узнать длину нашего изделия. Я решила сделать не просто платье, а платье-толстовку. Поэтому мы измеряем длину, необходимую для нас. Это 116 см у меня получилось. Затем нам обязательно нужен обхват груди. У нас 84 см, но так как у нас платье необычное, оно будет свободного кроя на разные типы фигуры, поэтому делаем прибавки, чтобы оно было максимально широкое и свободное. У нас получается 52 см, нужно будет отложить. И нам нужен обязательно рукав. Длину рукава мы можем измерить самостоятельно, каждый сам себе, потому что длина ручки у всех разная. У нас длина рукава получается 52 см. Причем измеряем мы не от самого плеча, как обычно это делается, а немножечко приспустив, потому что платье, опять же, свободное и будет спущенный рукав. Итак, длина рукава 52 см. Начинаем кроить прямо на ткани. Из одной части будет выкроена спинка, из другой части будет выкроен перед изделием. Складываем ткань пополам, выкладываем ее максимально ровно. Здесь на сгибе у нас будет середина, и от середины мы откладываем все необходимые нам мерки. Итак, для начала длину изделия отмеряем. От начала у нас 116 см. Мы сантиметров сделаем пару сантиметров на подгибку. И можем сразу же отрезать, чтобы нам удобно было кроить, не со всего рулона. Мы сантимем сразу все части и будем работать уже с прямоугольником, который у нас получится. Итак, еще раз 118. И вырезаем ровный прямоугольник. Ткань толстая я для удобства буду отрезать специальным раскроечным ножом. Отрез делится пополам. Так, и теперь смело из каждого куска нам нужно отметить горловину, плечи и проймы для рукавов. В принципе, это вся необходимая выкройка будет у нас. Для горловины отмеряем 10 см. Это стандартная величина. Отмеряем ширину груди, которую мы с вами измерили. У нас это получается 40 см. Делаем платье широкое по всей длине. И сразу же здесь мы сейчас вырежем плечевой скос. Он делается совершенно небольшой на этой модели, потому что платье свободное. По фигуре оно не должно прилегать. И небольшой, опять же, небольшой пройму для рукава. Почему? Потому что у нас будет приспущенный рукав. У нас получается ширина рукава 40 см. Дальше мы также продолжаем по всей длине. И вырезаем то, что получилось с помощью ножниц. Если это мелкие какие-то детали. продольные полосы можно вырезать ножом. ножом. Поехали. Субтитры создавал DimaTorzok Итак, деталь переда изделия у нас готова. Мы можем ее использовать, чтобы сделать выкройку спинки. Для этого также раскладываем второй кусок ткани прямоугольной формы. Прикладываем готовую выкройку. Спинка у нас точно такая же будет, только с небольшой особенностью на горловине. Горловина у нас будет чуть меньше на спине. Плечевой скос для проймы рукава. и также такая же будет ширина. Так, выкройка спинки тоже готова. Вырезаем. и по всей длине. длине. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, основная часть для платья готова. Теперь нам нужно выкройить рукава. сразу складываем ткань вдвое, чтобы у нас получилось сразу же две детали. Ширина обхвата плеча у нас 40. Делаем прибавки, небольшие прибавки на швы. И получается у нас чуть-чуть больше. Давайте возьмем 44 сантиметра на рукав. Также вырезаем прямоугольник для рукава сначала. Кромочную часть мы отрежем, поэтому мы ее не используем. Так. И берем длину рукава, она у нас 52 сантиметра, и опять же возьмем с небольшой прибавкой на выпуски 55. 55. Вот у нас получается из этих двух деталей будет скроен рукав. Делаем эту часть, делим пополам и делаем небольшой произвольный скос для проймы. Ткань тянется, поэтому она ложится очень хорошо. Так. Все, больше никаких заужений книзу, ничего мы делать не будем, потому что все будет собрано на манжет, на резинку, и будут очень красивые складки. Теперь вырезаем и отрезаем ненужную нам кромку. теперь, чтобы процесс ускорить, мы складываем рукав вдвое и делаем пройму. рукава готовы, спинка и перед готов, и очень важная часть у любой толстовки, и так как у нас платье толстовка, это капюшон. Всегда у таких изделий большой, красивый, такой богатый капюшон должен быть. для этого мы берем ткань даже не в два раза, а в четыре, и вырезаем форму капюшона абсолютно произвольно, опять же, измерив, предварительно сняв мерки, он будет вот такой вот формы, окромной, форме квадрата. Так, у нас получается капюшон будет шириной 30 сантиметров, так, и в длину 40 сантиметров. Вырезаем сначала квадрат, а потом сделаем произвольный полукруг. Получается у нас капюшон состоит из верхней части и внутренней части. Это у нас будет одна часть капюшона. Делаем полукруг. вырезаем. И нам нужна точно такая же вторая часть. Обводим. Вырезаем. у нас все необходимые детали для нашего платья готовы. Теперь остается просто соединить их, и для этого мы используем всего одну машинку, которая называется оверлок. Итак, наши детали готовы, и стачиваем мы любое изделие, начиная с плечевого шва. Сначала соединяем плечевые швы, затем втачиваем рукав, и только потом соединяем боковой шов. Соединяем две детали перед и спинку, и поехали. теперь рукава в пройму можно соединить булавочками вначале, в конце и в середине, чтобы ткань не сместилась. Теперь осталось соединить всего два боковых шва. Итак, основа платья готова, займемся капюшоном, соединяем две выкроенных деталей между собой. Вот такой двойной капюшон получается. Выворачиваем и нам нужно втачать его в нашу пройму. Здесь обязательно нужно соединить булавками в местах в плечах, чтобы он у нас хорошо шел. Итак, наше платье спортивное готово. Шикарно двойным капюшоном, теплое. И нам осталось обработать низ изделия. Можно просто в подгибку или оверлоком можно сделать кантик. И также рукава. Рукава специально я вырезала широкие, чтобы сделать вот такие вот красивые склады. Сейчас рукава фонарики, пышные рукава широкие, очень модно, поэтому мы делаем защипы, соединяем иголкой, можно прострочить и вырезаем окантовку. Окантовка также может быть разная, может быть из этой же ткани или из специального трикотажа, который называется кулирка. У нас можно использовать остатки ткани, которые остались от выкройки. Складываем их вдвое, измеряем по ширине нашего запястья и вот у нас будут два манжета, точно такой же второй. Соединяем между собой их. мы сделали сами манжеты. Пристрачиваем манжеты к рукавам, точно так же как капюшон. Итак, вот платье теплое в виде толстовки у нас готово. Дальше можно уже пофантазировать, можно оформить какой-то карман, можно ставить шнуровку, какие-то сейчас большие крупные веревки декоративные есть, капюшон. И ваше платье будет самое креативное, неповторимое, а главное теплое. Шейте вместе с нами, увидимся в следующих передачах на ОТВ. Сейчас особенно порадуют яркие краски, особенно живые цветы. Это точно, Руслан, а все самое интересное о цветах нам поможет узнать наш эксперт в рубрике про цветы. Доброе утро, с вами Елена Золотарева, и сегодня мы поговорим о том, как выбрать правильный тюльпан. Хоть это и весенний цветок, но сейчас на самом деле его можно купить круглогодично. Для того, чтобы выбрать правильный цветок, он должен быть хрустящим. Тюльпан всегда проверяется на хруст листа. Если он хрустит, значит он наисвежайший. Никогда не бойтесь покупать тюльпан, когда он совсем маленький в размере. 4-5 сантиметров это норма для тюльпана. Когда вы поставите цветок в воду, он даст вам объем в 2-3, а иногда и в 5 раз. Тюльпан единственный цветок, который растет очень быстро, даже в букете. Если тюльпан оставался у вас без воды 2-3, может быть даже больше часов, его всегда можно реанимировать. Цветок, который очень быстро напивается и очень быстро приходит в свою норму. Нужно помнить о том, что если вы поставите мягкий тюльпан в вазу, то он примет именно такую форму, то есть он опустит голову свою вниз. Обязательно возьмите тюльпан и заверните в сухую газету либо бумагу плотно, чтобы он был в вертикальном состоянии. Подрежьте его обязательно под 90 градусов, совсем немножко. Воды должно быть буквально четверть, но смотрите за тем, чтобы вода не закончилась, потому что тюльпан достаточно много пьет. И оставьте его в таком виде завернутом в бумаге буквально на час. Когда вы развернете бумагу, вы увидите совершенно другой цветок. Как только вы его поставите в воду уже без упаковки, без бумаги, цветок тут же начнет распускаться и в течение нескольких часов он может прям расти у вас на глазах. Особенно если день-два вы увидите, что он вырастет буквально на 5-7 сантиметров. С вами была цветочная фея Елена Золотарева. Пока-пока! Катя, я знаю, что нас ждет еще небольшой сюрприз. Мы с тобой сможем заглянуть в будущее. И узнаем, что нам скажут звезды в эфире Гороскоп. Овны, вы как никогда настроены раздвигать собственные границы и экспериментировать. Отвечая на свои творческие позывы, вы можете открыть тебе уникальные способности. Тельцы Звезды говорят, что в вашей жизни завершается очередная глава и начинается другая. Подходящее время для признания ваших успехов и смены деятельности. Не зацикливайтесь на обязательствах. Близнецы Вы напрасно не желаете быть в центре внимания и делиться своими дарами с миром. Пора снять эту мантию-невидимку. Для вас открываются возможности карьерного роста. Будьте собой. Раки Сегодня вам кажется, что жизнь превратилась в полосу препятствий, но у вас есть стойкость для их преодоления. Вы уже не раз доказывали это себе, так докажите снова. Львы Одиноким львам звезды предрекают новый роман. Распахнут сердце откроют перед вами множество дверей. Разыгрывать хладнокровие уже не актуально. Девы Вы практичны и благоразумны по жизни, но склонны цепляться за вещи, которые навевают сентиментальность. Эта потребность накоплений сковывает. Откажитесь от вещей, выполнивших свою задачу. Весы Вселенная ныне доброжелательна к вам. Ваши позитивные мысли материализуются. Дела на любовном фронте идут на поправку. Если вы одиноки, знайте, что рядом есть кто-то особенный. Скорпионы, сегодня вам стоит уделить больше времени для общения с детьми. Возможно, вы научитесь у них тому, чему не научит никто другой. Если думаете, чем заняться, займитесь искусством. Стрельцы, наступает время домашней гармонии и семейного блаженства. Хороший момент для углубления связи со второй половинкой. Вы оба хотите от отношений одного и того же. Козероги, последние месяцы выдались для вас нелегкими, но новолуние несет с собой чувство надежды и исцеления. Перед вами открываются новые двери, ведущие в правильном направлении. Водолеи, оставьте прошлое и все связанные с ним смятения позади. Вселенная ведет вас к более спокойным берегам, где вы сохраните мир и процветание. Рыбы, ваша жизнь наполнена магией. Не нужно оканчивать Хогвартс, чтобы проникнуть в невидимые миры. Проанализируйте свои сны и предчувствия. Утро получилось таким ярким и насыщенным. Навстречу новому дню. Всем пока! Пока! Редактор субтитров Корректор А.Егорова